Тема реформации. Я вас приветствую. И тот, кто сегодня не был, он что-то потерял. Когда ты не бываешь на служениях, когда ты не бываешь на собраниях, ты постоянно что-то теряешь. Потому что Писание говорит, не пренебрегай встречами, не пренебрегай собранием своим. Потому что есть общение, есть что-то особенное. Слава Иисусу! Я буду говорить о реформации. Я буду говорить о реформации. Знаете, я сегодня думал, все ли сделал Мартин Лютер. Все ли сделал Мартин Лютер в 16 веке, когда он что-то принес, да? Он что-то сказал, что-то людям понравилось. Но я знаю, что результат его реформации, его соображений привел к тому, что больше 100 тысяч человек, они просто упали в груди мяса и крови, в груди резонины и ненависти. Если кто-то смотрел фильм, я помню этот момент, когда он ходит среди этих всех развалин, поправляя крест, и в его глазах видно, что он не этого хотел. Я не этого хотел. Я хотел, чтобы люди читали Писание. Я хотел, чтобы у людей было Писание доступно, и чтобы они его понимали. И заметь, любое изменение, любая реформация, просто вспомни историю немножко, любое изменение приносит кровь в прямом или в переносном смысле. И самое интересное, что любая реформация, которая, знаете, вообще не одна была реформация церкви, вы в курсе, да? Были еще реформации. И знаете, что самое интересное, все реформаторы, они не хотели реформировать общество, они в первую очередь хотели реформировать церковь. Какую церковь? Спящую. Потому что единственная, какая церковь в каком состоянии не может повлиять на общество, это спящая церковь. Живая церковь, она может повлиять на общество. Не нужно реформировать общество, нужно, чтобы церковь служила Господу и делала учеников. Общество реформируется само собой. Скажи аминь. И за сегодняшняя наша задача вообще посмотреть, в каком обществе я живу, кто меня окружает, в какой я нахожусь я в церкви, а церковь состоит из меня и тебя. Церковь не состоит из пастора, из группы лидеров, церковь не состоит из них только, церковь состоит из тебя. Вот здесь, вот здесь находится церковь. Аминь. Здесь находится церковь. И смотрите, что сделал Мартин Лютер? Мартин Лютер, он возродил суть Евангелия. Он возродил суть Евангелия, что оправдание мы получаем через веру. Он это возродил. Он немножко реформировал богословие. Он был образованным человеком. Если кто-то думает, что получится быть реформатором, который ничего не знает, вы глубоко ошибаетесь. То есть реформаторы были все образованными людьми. Аминь. Я вижу, Саша, ты хлопаешь, да, нормально. Смотрите, была еще одна реформация. Мы слышали такое имя, как Джон Уэсс. Что он возродил? Как он реформировал церковь? О чем он говорил? Он говорил о святости, он говорил о личных отношениях с Богом. Он говорил о том, что мы лично можем с Ним что-то переживать, чувствовать Его любовь. Он может к нам касаться, мы можем переживать Его присутствие. И знаете, когда люди услышали о том, что можно переживать личные отношения с Богом, можно напрямую общаться с Ним. Не только я спасен верой, и все. Вы знаете, к чему толкнула церковь после того, как они пережили Бога лично, каждый из них? Знаете, к чему? К тому, что они стали посылать миссионеров. Они стали проповедовать Евангелие. Они начали говорить, что Дух Святой реально живет в тебе. Он может жить в тебе. Иисус реально может быть рядом здесь. Знаете, и в этой реформации в 18 веке была открыта личная близость со Христом. И я вот думаю, что в какое-то мы время живем, я не думаю, что мы просто хотим отпраздновать 500 лет реформации. Кто хочет просто отпраздновать? Давайте соберемся толпой в Киеве, давайте покажем, что мы толпа, споем несколько песен и разбежимся по домам. Саша, мы же не так хотим реформацию? Я думаю, что никто, как мы с вами, молодое поколение, мы должны не только отметить 500 лет реформации, мы должны принести эту реформацию. В первую очередь в свою жизнь, в вторую очередь в церковь, там, где ты находишься, а общество прицепом поедет. Общество поедет прицепом. Послушай, когда ты едешь куда-то проповедовать Евангелие, то Евангелие, которое ты принесешь, на такое Евангелие люди тебе и ответят. Потому что, когда ты приносишь Евангелие, спасение, и что надо ходить в церковь, нельзя делать у то, можно делать вот это, приходи, сиди по воскресеньям. Вот такое Евангелие будет, такие люди будут приходить в церковь. Но когда ты приходишь и проповедуешь, и говоришь, послушайте, да, можно собраться вместе и помолиться, но это не главное. Главное стать учеником Иисуса Христа. Вот это главное, вот это то, чем ты должен жить. И смотрите, интересно. В первую очередь, что с нами происходит, Матфея 6 глава, очень известная молитва, которой мы молимся. Я хочу сказать, что молитва Отче наш, это молитва про возглашение веры. Если мы ее вспомним, там-то есть такие слова, Отче наш, Сущий на небесах. Послушай, в то, что Он Сущий везде, в это нужно верить. В то, чтобы светилось имя в каждом из нас, в это нужно верить. Утверждать Его Царство здесь на земле, как на небе, в это нужно верить. Я хочу сказать, что Отче наш, это слова веры, начни жить и утверждать эти слова в своей жизни, жизнь изменится. Это молитва Отче наша. Вот такая простая молитва, которой мы молимся каждый день. Это про возглашение веры, утверждение того, что Бог хочет сделать на этой земле вместе с тобой. Аминь. Молитва Отче наш, это про возглашение того, что Бог хочет сделать на этой земле. Вот просто это нужно запомнить. И потом в суть молитвы Отче наш посмотреть и понять. Бог, так ты хочешь, чтобы твое Царство утверждалось на этой земле? А в твоем Царстве что бывает? А что бывает в твоем Царстве? И самое интересное, что Реформация, Реформация, она принесла некоторые вещи. Я хочу об этом прочитать. Смотрите, христианство пришло в Грецию и стало, знаете чем? Философией. Пришло в Италию, стало организацией. Пришло в Европу, стало культурой. Пришло в Америку, стало бизнесом. Это так просто, как заголовочки. Просто зачастую христианство приходит, и оно чем-то для тебя становится. Оно становится для тебя, может быть, просто философией. Можно об этом... Давайте посидим об этом, поразмышляем. Придет Иисус. Ты говоришь, Иисус, у меня тут домашка есть. Мы собрались поразмышлять о твоем послании. О каком именно? Иисус спросит. Ну вот ты сказал, идите по всему миру и делайте учеников. Мы знаем, как это звучит на греческом, на арамейском. Мы знаем вот значения, современные все переводы. Мы знаем это. Но суть реформации, в чем она заключается? Я услышал от этого человека мысль такую, должно быть что-то больше, чем просто ходить в церковь. Я думаю, ты что, бочку на церковь катишь? Я думаю, он просто так выразился. Но я думаю, в чем суть? В чем суть? Я очень люблю поклоняться. Я очень люблю петь. Я люблю очень долго петь. Я иногда больше люблю петь, а не чем говорить. Если вы хотите, чтобы я молчал, начните петь. Но знаете, когда мы говорим... Так, грубо прославление, спокойно. Я покажу когда. Знаете, но когда мы поем, 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 в наше сердце как-то так, ну, тает. И нам становится хорошо. Клавишник играет. Гитара играет. Кто-то хорошо поет. Мурашки по коже. Слезы текут. И мы это называем Божьим присутствием. Да? Согласен. Но не всегда. Я когда читаю Писание, я вижу, что когда Иисус приходил, больные исцелялись, бесы выходили, люди свободу получали. И люди спасались. Жизнь людей менялась. И когда Иисус ушел, Он послал учеников. И когда ученики пошли, Евангелие проникло везде. От самых нищих людей до самых богатых. Как это получилось? Потому что Евангелие, что делали? Проповедовали. Проповедовали. И мы прочитаем. Я переживал, думаю, с телефона буду читать, не поймут. Все передо мной выходили с телефона и читали. Слава Иисусу. Не оправдывайся. Прочитаем Деяние. Восьмая глава с первого стиха. Только недостаток. Пальцы замерзают, становятся холодными, и экран не реагирует. Савл же одобрял убиение. Его в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоревеенные и сделали великий плач по нем. Савл терзал церковь, входя в домы влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили, благовествовали Слово. Слава Иисусу Христу. Не очень, ну, обстоятельства в церкви, ну, такие были не очень. Смотрите, рассеялись все. Возможность была собрание проводить? Не было. Павел возглавил группировку. И, ну, вы же понимаете, как написано, влача женщин и детей. Это как? Он заходил с группой людей в дом. И если они были верующие, что он делал? Он просто брал и вытягивал за все, что можно. Он просто тянул этих людей, понимаете? Что с ними делал? Избивал, казнил, мучил и так далее, заставляя что сделать? Отвечься. Заставляя отречься от этого. Послушайте, ну, что они делали? Они продолжали проповедовать Евангелие. Дальше, дальше мы читаем ниже восьмую главу, и написано, Филиппу Бог говорит, что сделать? Иди на дорогу. На какую? Пустую. Иди там и постой. Что сделал Филипп? В зал и пошел. Видит, едет, как его. Человек на колеснице. Кто он был? Что он там охранял? Где там что делал? Ну, знатный человек был. Важный человек был. Важный человек был. Филипп подошел, смотрит, что-то читает. И завязался разговор. Он не подошел и не задал ему сразу два вопроса. И не говорил, Иисус любит тебя, ты знаешь. Он просто увидел, чем занимается человек. И человек занимался тем, что читал Исайю. 53 главу. И ничего не понимал. Филипп ему объяснил, что был Иисус. Ты, наверное, об этом слышал. Там мятеж такой в Иерусалине. И тот говорит, слушай, ну а что надо для этого делать? Говорит, надо верить. Тот говорит, ну да. Пообщались дальше. Так вот, вода, вот ты давай. Укрепим покаяние. И дальше он пошел, что написано? Радуясь. Как вы думаете, этот Елнух прибыл в свою страну. Он, наверное, не от кого, знаете, от всех. Он, извините, он сохранил свою веру от всех. Написано, благая вещь, которая пришла в его сердце, она принесла радость. И он пришел в свою страну. И история. Историки говорят, что этот человек потом был служителем, который возглавлял очень много церквей в своей стране. Евангелие, которое приходит в свою жизнь, если оно не принесло радость. Послушай, у меня вопрос, Евангелие вообще пришло в твою жизнь или нет? Представляете, их тянут, сажают в тюрьмы, уничтожают, замолчите, успокойтесь. Все. Они говорят, да, хорошо. Размешались во все стороны. И чем начали заниматься? Дальше проповедовать Евангелие. Ты, говорит, нет. А он, говорит, да. Если кто-то помнит, в сентябре здесь была конференция миссионерская. Кто-то был, один брат говорит, пошел в армию. Он, говорит, я как бы там ребенок. Кто-то сегодня ДВР, говорил, или ДНР, как правильно. ДВР, да? ДВР. Он, говорит, я ДВР. Вот он ДВР. Приходит, он, говорит, ты же верующий из семьи. Он, говорит, ну да. Тебе же нельзя проповедовать. А тот, говорит, так я и не собирался. Вообще-то. А потом думает, нельзя? Да? Нельзя проповедовать? И вы помните, там через год, там церковь была. Ему запретили. Я вот думаю, что надо с нами сделать? Братья и сестры, не надо становиться учениками Иисуса Христа. Не надо. Ни в коем случае. Это такое попадало. Это вообще все будет плохо в твоей жизни. Тебя будут не понимать. Это ужасно. У тебя не будет времени на семью. Постоянные будут недоразумения с супругой. А, ты здесь. Не надо. Никому об этом не говорить. Вот что надо сделать? Ты надо думать. Что нужно сделать? Ну, с чего начать? Я вот думаю, начни верить. Начни говорить слова веры. Я верю, что мы живем, живем именно во время Третьей Реформации. Когда мы должны уже дореформировать за эти 500 лет. Все-таки христианское движение, в движении Иисуса Христа, там где будет проповедоваться Евангелие, везде. Надо его тут проповедовать или не надо. И ты просто почувствуешь, как с этой проповедью у тебя появится сила и дерзновение. Помолиться за что? За исцеление. Сказать, бросай свои костыли. Хороший храмарь. Помолиться за что-то, за то, что, ну, вот и нереально исполнится сейчас. Что нам нужно сделать сегодня? Чтобы мы вышли и возненавидели грех, и возлюбили правду. Библия говорит, за то, что ты возненавидел беззаконие и возлюбил правду. Бог что сделал? Помазал тебя. Ни помазанием исцелять. Ни помазанием освобождать. Ни помазанием говорить крутые проповеди. А знаете, чем помазал? Елеем радости. Потому что, когда ты несешь благую весть, и это приходит с радостью, люди не понимают, что ты радуешься, доллар почти 30. Что ты радуешься? А американцы радуются, они же приезжают сейчас с долларом. Мне хоть гривен больше будет. Что ты хоть радуешься? Что ты радуешься? Все только хуже. Да потому что моя жизнь зависит не от курса, не от страны, в которой я живу. Моя жизнь зависит от Иисуса Христа и от моей веры. Послушайте, все зависит от меня, что я принесу в свою жизнь. Что ты принес в свою жизнь вместе с христианством? Философию, организацию, культуру, бизнес. Что ты принес в свою жизнь? Что ты принес в свою жизнь? И сегодня Александр говорил, что мы для этого сделаем. Это очень просто. Не просто сидеть в церкви. Не просто здесь, вот я пришел, я сижу, я молодец. Просто открой Библию. Начни читать. И возвернуй, чтобы она касалась тебя, чтобы ты касался того, что здесь написано. Чтобы это имело к тебе отношение. Нам нужен Дух Святой. Иисус, когда своим ученикам сказал, вы сделаете больше меня. Пойдите и сделайте. Но также Он сказал, вы без меня ничего не можете. Вы без меня ничего не можете. И я вот думаю, Господи, я так хочу быть послушен Тебе. Вот Ты скажешь, иди на дорогу и стой. Я пойду и буду стоять. Вот Ты скажешь, едь в то село. Я пойду и буду там, в том селе, или в другом, или в третьем. Хочется помолиться об этом. Какую реформацию Ты сегодня принесешь? Ты хочешь общество реформировать? Да ничего у тебя не получится. Даже не пытайся. Ты хочешь моральные ценности принести? Забудь. Ничего у тебя не получится. Принесли уже моральные ценности. Гомиками стали все. Ототвинули все на задний план. Поэтому на сегодняшний день, что тебе нужно, говорить слово веры, молиться, плюс твое пробуждение, это равно помазание, и все у тебя получится. И все у тебя получится. Второе параллель помянуло, 7 глава 14 стих. Написано, и смирится народ, и будет молиться, и взыщет лица моего. Послушайте, мы собираемся здесь на 2 часа, на 8 часов, когда он уже закончится, короче, там холодно, чай, все такое остывает. Когда молодежь соберется и скажет, все, 8, идите, идите, кто там на маршрутку, давай, давай еще помолимся. Давай еще помолимся, еще часок, еще два, еще три. Слушай, уже 5 утра. Что мы какими-то другими станем, то нормальными вы станете. Возьми и принеси жертву. Я смотрел, где горящие христиане в Китае занимаются. Они спят на полу и с 5 утра до 10 вечера тихонько учатся, чтобы услышать Слово Божье, молиться, и потом тихонько проповедовать Евангелие. Я вот думаю, если в Китае придет свобода, послушайте, китайские миссионеры будут везде. Они будут везде. И когда вы спросите, что вы тут понаехали, вспомните, что вы не хотели ехать никуда. Саша ушел уже, да? Ушел, да? Я сниму один вечер, я вам забыл в Бангладеш, пока поговорю. Уже помнит. Чем ты готов жертвовать сегодня? Ночная молитва. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, помолиться часов. Только не молиться, а вымолиться, молиться с верой. Вопрос, насколько ты в это веришь? Насколько оно тебе надо? И самое интересное, что ты, каждый из нас, сидящий здесь, он слышал в своем сердце призыв. Слышал не раз. Не надо поднимать руки. Просто вспомни, а сколько раз ты игнорировал этот призыв? Сколько раз, когда Дух Святой звал тебя молиться больше, чем ты молишься? Сколько раз ты говорил, мне завтра надо на работу или на учебу? Сколько раз, когда Бог тебя влек куда-то, где ты раньше не был, не поехать в Бангладеш, а пойти туда, на гору, с которой сегодня начали. Он говорит, ты хочешь подняться выше на гору? Пошли. Сколько раз Он тебя туда звал и сколько раз ты отложил это на завтра? Сколько раз ты махнул будильником и написал отложить? Ты его не выключаешь полностью, чтобы полностью не уснуть. Но ты просто откладываешь будильник до следующей конференции, до следующей молитвы, до следующего призыва, до следующего еще чего-нибудь, что произойдет в нашей жизни. Пусть Бог нас благословит. Мы иногда думаем там, ну там, дома. Ну что, ночная будет? Ну давай сделаем ночную. Едем на ночную. Три человека. Ну, ночная, не ночная. Сделай сам себе ночную. Возьми Слово Божие. Набери в плейлист песен часов на семь. И помолись. Попробуй пойти туда, где ты раньше не был. А если ты там уже был, то вспомни. Сделай чаще эти походы на гору. И ты посмотришь, что с тобой произойдет. У тебя подходить, подходить был к тебе и спрашивать, что с тобой? Мы тебя видели раньше, и сейчас ты другой. У тебя восставил? Продолжение следует...